Сотрудники МЧС Витебской области совместно с администрациями больниц, детских домов, школ, интернатов и психоневрологических домов-интернатов проведут профилактическую работу по предупреждению и минимизации возможных последствий чрезвычайных ситуаций. Всего по региону с 7 февраля по 14 марта запланировано около 30 тренировочных тактико-специальных занятий, которые пройдут в 12 районах и в Витебске. Особое внимание будет уделяться практической отработки планов эвакуации, а также проверки готовности персонала и членов добровольных пожарных дружин на случай пожара. Подобное учение проводится ежегодно. В продолжении темы пожарной безопасности печальная новость пришла из Оршанского района. 2 и 4 февраля здесь произошли два пожара, оба со смертельным исходом. 4 февраля в 6 часов 10 минут в Центр Оперативного управления Оршанского ГРОЧС поступило сообщение о пожаре дома в деревне Каменка Межевского сельсовета. Когда спасатели прибыли на место ЧП, они увидели открытый огонь, обрушенное кровлю и потолочное перекрытие. Стены деревянного дома повреждены и частично разрушены, электричество и газ в жилище отсутствовали. ОПИ был установлен в прошлом году за счёт средств Межевского сельского исполнительного комитета. Однако информация о сработке отсутствует. Сам извещатель также уничтожен во время пожара. В комнате на кровати под завалом спасатели обнаружили труп хозяина дома. «Он вроде был нормальный мужик. Другий раз подводишь, что-то спросишь, не отказывал. С ногами был, ногу сломал, начал болеть. Не пришелся никуда, ну вот, отрезали. Вложили его на суткойку, отказался. Ну, а что случилось, я даже сам не знаю, был мы рабочий. Как там, что, к чему, даже не знаю». «Знали, хорошо знала. Я здесь, ну, живу постоянно, и он здесь жил. Я его знала, хорошо знала его. Жил он один. Брат его в Витебске, он здесь жил один. Потом в последнее время его смотрела соцработник, его было смотрела. Ну, так, кого попросит, кто подойдёт, ну, воды подносили. Это с магазина продукты носили. Потом заболела нога, отняли ему ногу в больницу, был бы ранний был, потом ворши. Ну, потом же снова смотрел опять же соцработник. Ну, света не было, газа не было. Вот так вот и жил. Когда кто-то принесёт, если напишет, в магазин с магазина приносили. Курить – курил. И выпивать – выпивал. Сам никуда не ходил, потому что одна нога только была». Еще один пожар произошел ночью 2 февраля в деревне Девина Высоковского сельсовета. Огонь уничтожил кровлю, потолочное перекрытие, имущество повредил стены. Под завалами у входной двери со стороны улицы был обнаружен труп мужчины 1973 года рождения. Предположительная причина возникновения обоих пожаров – неосторожное обращение с огнём при курении погибших. «Пока, конечно же, предварительно идут определённые мероприятия, но вместе с тем предварительно причиной пожара и причиной гибели гражданина на пожарах стало неосторожное, обращение с огнём данного гражданина, предположительно при курении в состоянии алкогольного опьянения. Гражданина накануне произошедшего видели в состоянии алкогольного опьянения. Гражданин курил, поэтому, как это ни печально, но традиционно эта причина является наиболее распространённой по всей стране и в том числе по нашему району. Как это ни печально, но в данном случае также сигарета стала причиной произошедшего пожара и стала причиной гибели данного гражданина. Хватает выездов, в том числе и в отдалённые населённые пункты. В принципе, есть определённые нормативы по расположению пожарных депо от населённых пунктов. У нас подавляющее большинство деревень и посёлков попадают в этот нормативный, скажем так, радиус выезда. Есть, конечно, населённые пункты, куда добираться проблематично тяжело. Это не очень хорошее дорожное покрытие и определённая удалённость. Но вместе с тем, пока не было у нас ситуации, чтобы мы превышали нормативное время прибытия к объекту возникновения чрезвычайной ситуации пожара, либо какой-то другой. Поэтому, слава богу, пока справляемся. С начала этого года в Витебской области произошли 93 пожара. Погибли 17 человек. В связи со сложившейся оперативной обстановкой, а также с целью предупреждения пожаров и гибели людей, с 1 по 28 февраля в Оршанском районе проходит республиканская акция «Безопасность в каждый дом». Основная её задача – привлечение внимания граждан к проблеме, а также проведение массовой разъяснительной работы среди населения по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций. Мероприятия акции пройдут в четыре этапа. Подробнее о них мы расскажем в наших следующих выпусках новостей.